значит опять всем привет мальчики и девочки в гостях у сказки для взрослых у нас и традиционно в среду у нас эфиры с андреем закревским и он сегодня приехал в студию прямо из тернополя или откуда я не знаю вот и мы традиционно будем говорить об энергетике об экономике в общем-то с андреем всегда интересно говорить андрей принес пересмотрел датюка принес вино принес торт пражский я не знаю где покупать очень вкусно вы такую рекламу просто сделали торту что я просто шел бимо этого секретичного магазина и подумал что я буду не я если его не попробую вот вино я принес по двум причинам во первых давным-давно вам пора уже начинать по вечерам накатывать что-то вы теряетесь второй момент мы с тобой когда лично встречались наш эфир был тогда еще в швейкове если ты помнишь мы там по-моему с тобой хорошо тогда очень разложили ситуацию в нак нафтогазе и я так решил о том что нужно это продолжать делать и третий момент самый главный у тебя скоро был эфир с роксоланной педлясой и я тебе навтыкал в в том но когда ты с депутатом общалась может быть из-за того что девушка очень приятно и очень хорошо разговаривает вот что-то вы были слишком беззубые поэтому я решил вот принести мы были не без зубы понимаешь лев он всегда думает о том как соотнести усилия свои прилагаемые с жертвой и поэтому я просто боялся что если один раз приложусь что жертва то есть наш гость просто посыпется вот и все потому что поход депутата сюда он в общем-то для чего был нужен то чтобы показать в принципе что такое живой депутат что он как он выглядит что такое как бы верховная рада вот вот все поэтому люди должны просто понимать чем они имеют дело кто их отстаивает их интересы как отстаивает и в каком формате и мы задавали вопросы из которых можно было увидеть массу полезной информации например что половина бюджета которые там мы получили у нас есть она она уходит на армию она как раз идет от нас вот помнишь запада больше тратится на социалку ну короче говоря умеющие глаза да увидят имеющие уши да услышат да я это все услышал но поэтому я решил сегодня принести тебе в студию несколько кейсов в которые я прошел через свой труд через свои деньги через деньги моих друзей вот и поэтому я принес эту бутылку вина украинского этими сейчас я покажу это рискинг от компании бейкуш я не знаю видно сейчас вот такую рекламу я хочу сделать вам прямом эфире как не солнечные панели так и так вино не как андрюга ты никогда не теряешь возможность пропагать что-то проекламировать знаешь в данном случае я считаю что ух ты я телефон не выключил за дома узнали твои теле твои твои музыкальные вкусы да так сейчас я выключу это вино просто заслуживает того чтобы быть первым у тебя в эфире как бы и на новоселье потому что это вино с семейной виноделии шнедрисов бейкуш вынари и почему она именно заслуживает чтобы я о нем сегодня поговорил да кстати попробуем это у них в линейке самое дорогое только я чуть-чуть потому что делал это же за практически не пью первых за рулем а во-вторых я не пью прекрасное вино хорошая прекрасное вино классический рискинг мы его охладили до правильной температуры почему вот вино потому что если ты погуляешь историю шнедрисов и их винодельник как это все дело происходило ты увидишь там все наше украинское начиная от людей которые любят вино которые хоть и хотят ему заниматься и увидишь огромное количество публикации когда местные сбушники налоговая все которые могли до них дотянуться потому что а виноградник он же привязывает тебя к земле виноделие тебя очень сильно привязывает к земле вот что какие ады они прошли в принципе вот то что сейчас я занимаюсь более-менее виноделием мы и другие вот малые виноделы мы обязаны всего лишь двум людям это шнедрисам но там бухгалтеру их и сестре евгения и самую евгению и горвату это депутату верховной рады которая была от закарпатья но если в закарпатье у них ситуация была гораздо проще вот я к этому подведу еще они взяли почему закарпатское вино продается почему на закарпатье так много этого вина потому что дорог всего несколько ты взял там или сверху перекрыл дорогу или киевчок перекрыл или нижнюю дорогу перекрыл и все и на этом власть украины над закарпатьем заканчивается и вот власти украины понимая это все дело они не балуются поэтому даже не только сейчас когда упростилось лицензирование но и перед этим закарпатье закарпатские вина можно было купить можно было попробовать можно было паленки на закарпатье пить и так далее причина очень простая моя вот когда спрашивал в виноделах ты понимаешь причины то есть завтра к нему приходит какая-нибудь сволочь что-то ему рассказывать про лицензирование виноделия или про то что паленку нельзя делать да там или еще что-то наподобие они просто-напросто берут пешеходный переход дорожка узкая горы больше ты нигде не проедешь и ходят туда-сюда вот а что делать всей остальной украине да с этими всеми делами вот погуглите не поленитесь историю шнедресов почему это должно быть интересно логику я тебе объясню где логика логика очень простая мы же с тобой специалисты по энергетике да то есть у нас сегодня из специалист по энергетике я не специально надеюсь что благодаря мне встанешь ты уже каждый каждую неделю курс проходишь дело в том что эта история точно такая же абсолютно такая же история потому что у меня например есть личный опыт общения с верховной радой да вот про вино закончу сейчас малым виноделам разрешили делать вино 100000 литров в год декларируешь лицензию получаешь элементарно но есть одно но это вот такая вот бумажечка здесь акцизная вот акцизное вино 1 копейка на литр все которые кинулись получать лицензию и получили ее все так же не продают официально свое вино из-за вот этой акцизной бумажки это акцизная бумажка стоит в получается в 400 раз дороже чем 1 копейка на одном литре но для того чтобы получить этот акциз я как винодел должен юра пройти все круги ада то есть регистрировать журналы вот эти пик пик которые делаются на анимация хернёй которая никому не нужна которая вообще продавать в черную и никому не париться и никому не париться сколько денег теряется так и продавай продавай не палься вот и все ну так мы так и делаем но это смотри ты произвел это вино ты заплатил ндс 20 процентов я готов это отдавать официально про пожалуйста я готов отдавать официально эти деньги но вот сидит сидит по всей украине всего лишь 50 человек которые сидят на вот этих акцизных и всех обелечивают и они не пропускают огромное количество людей просидор тебе расскажу раньше сидр но он же слабо алкогольный там меньше восьми процентов и вроде бы под акцизный попадает так вот эти суки взяли акциз вывели из раньше было так сидр и перри перри это грушевый сидр не продавался то не не требовала не требовал акциза не сказали сидр и перри это все равно яблочное грушевое вино давайте к виноделам в лицезию малых виноделов а малые виноделы потом не знаю что делать сидром потому что получилось теперь вилка такая который теперь зависит от местных царьков то есть ты приходишь и говоришь я хочу продать сидр и официально она говорит по лицензии я говорю по лицензии значит должен делать акциз но акции делать не должно потому что меньше восьми процентов и теперь я завишу от человека который просто возьмет и скажет мне то нет подожди раз это меньше 8 процентов акциза не надо лицензию тебя есть продавай а может быть другой человек который скажет то не нифига раз такая вилка законодательная значит продавать сидр нельзя и это кому устраивает вот эта ситуация сидром например а сейчас классный урожай яблок классный урожай груш по копейкам и отдаем мы теперь акцелана говорит о том что нужно делать передел нужно делать дополнительные дополнительный передел на котором зарабатывать высокомаржинальные вещи людям отдайте вино наше украинское уберите этот акциз чертовы нахрен вы сколько хотели с него заработать 100000 литров давайте вам дам эти 100000 копеек хотя хотя я провожу производили 100000 литров а 4000 литров вина давайте я вам заплачу 100000 копеек но вы заберете у меня вот этот геморрой с акцизом правильно юр геморрой создается для того чтобы ты платил в частный день они для того чтобы ты платил абсолютно верно теперь дальше я тебе хочу но кто зарабатывает я живу 50 уродов может быть там есть порядочные люди не знаю то есть но они все равно хотят золотые золотой пистолет но он стреляет нам в голову а вот второй второй кто зарабатывает наверно кто на полиграфии полиграфический комбинат который продают эти акцизные марки конечно теперь тебе вторая история который эти рассказы уже близко и гораздо более близкая к энергетике тоже понял что не по сидру не по вину государства нихрена не зарабатывает ноль хотя она могла обеспечивать огромное количество людей самозанять их делать так чтобы люди привязывались к земле не распахивали на своих паяхт не отдавали их там петру алексеевичу порошенко там или еще крупным структурам которые здесь есть делали высокомаржинальные вещи но они не делают потому что рынка сбыта нет а яблоки вот прошлом году были очень дешевым сейчас они слава богу чуть подороже игрушки до сохранять их это производство ставить и так далее сидр ну почему во франции почему в англии делается почему португалия его делать и не требует от нас ничего мы же такие идиоты которые это дело вы хотите проконтролировать через акцизную марку сделайте как канаде у них есть центров которые ты приходишь свои со своим вином тебе прям там распечатали сделали эту марку и отпустили тебя без никаких проблем с условием чтобы ты не продавал его дешевле чем у них сказано потому что они хотят зарабатывать на твои самозанятости они хотят зарабатывать на том что ты дорого продаж значит будет дорогой налог правильно то есть официально его продаж пожалуйста сделайте это дальше хочу тебе сказать к энергетике когда новая власть пришла есть такой очень неплохой депутат мне вообще несколько депутатов верху народе очень нравится то есть вот андрей жупанин пришел да то есть все встретились с андреем там мы как ассоциация с ним встретили сказали андрюха смотри ситуация очень простая ваш кого добывни запас был момент когда в нашей стране ваш кого добывни запасы проскочила что их можно добывать и не платить за них дополнительные рентные платежи после этого сказали хрен с вами нефть и газ как определить что не ваш кого добывны хотя очень просто определяется мили дарси меряется то есть но грубо говоря плотный коллектор или не плотный меряется если сложная технологическая операция такие спас по скважины ты не обманешь никого мы говорим это можно защитить андрей собирает под комитет верховной рады мы выходим с ваш кого добывными запасами сидит пожилой человек который говорит а вот укронавте мы проскочили и вот получили вот эту лицензию на совместной деятельности на ваш кого добывни запасы и тогда нам когда мы проскочили потом там были некоторые олигархи хотели это успели идеально саджать с укронавты но не не отжали но вот одна появилась проскочила после этого ваш кого добывни запасы стали точно также рентными платежами облагаться и мы не добываем ваш кого добывных запасов юр мы этого не делаем потому что они на самом деле ваш кого добывни чтоб чтоб что процесс входа в ваш кого добывней запасы стоит столько денег что их можете банокait ли только укргаздобычи как государственная компания вот и можно себе по то что они захотели так сделать им можно себе позволить ну разве что тут можно там да дт Отнестили к тому что вот они на ваш кого добывение запасы пошли потому что там миллионы долларов которые нужно вложить вы там есть очень много людей которые завидуют там ахметову дтку и так далее вот есть огромное количество людей которые меня задают если у нас там 100 триллионов залога закопа на если у нас один триллион доказанных запасов почему же мы не не добываем а потому что юра она находится уже вот перешли мужа категорию ваш кого дубун их кому-нибудь в техасе когда начинала станцевая революция или там в филадельфии или где-нибудь там пенсильвании сказать о том что чувак ты будешь геморроиться делать горизонтальное бурение роботов привлекать для того чтобы это все добывать а мы тебе еще за это жарим 27 процентами рентной ренты сверху я думаю что станцевой революции в соединенных штатах не произошло то есть смотри вот тебе первый механизм точно такой же хоть нефтегазодобывающей отрасли хоть в этой отрасли то есть вот тебе приходится решение приносится и за каким результатом было у нашего вот этого стола выходит пожилой геолог и говорит вот закон есть вот здесь видите слово запасы стоит пункт даже остался он лишний вот здесь слова вошководобывни было выключено включить одно слово как тебе такой тренд и у тебя сразу же откроются и старые месторождения западную украине у тебя сразу же включатся потому что там слава богу глубины не небольшие но просто технология горизонтального бурения дорогая понимаешь невыгодно ее притаскивать при таких рентных платежах и ничего не происходит какое вам еще идиотом нужно доказательство того что рента убивает добычу вошководобывных запасов как не пример украины где после введения после исключения одного слова мы не добываем эти вошководобывных запасов кому вы их сортируете то же самое с акцизом третий пример мой самый любимый метанол сделали акцизный метанол по идиотской причине что люди будут травиться и так далее и вот после того как сделали акцизный метанол у нас ноль тонн ноль литров метанола производится в в украине ноль сколько вы заработали на этом акцизе если его этого метанола производится в украине ноль а что тянет за собой метанол я тебе уже кучу раз об этом рассказывал но сейчас вот в эфире еще раз повторю вся химическая промышленность в мире построена на двух на двух вещах всего первое это переработка нефти и переработка отходов нефти то есть это когда очень сложные углеводороды разбиваются на простые компоненты да и получаются отходы которые перерабатываются вот а вторая часть нефтехимии и вообще химии химического производства построена на синтезе когда берется три элемента co2 водород и азот все что нас окружает везде куда-то куда мы не посмотрим но тут тоже голливудов кстати дохрена в вине и в тортике но все что я вижу плаки вот эти которые вижу пластики которые вижу резиной вот это все что который ты видишь они состоят из трех компонентов то есть это водород водород co2 и азот азота в атмосфере 70 процентов его до хрена водородная тема почему взлетела потому что люди показали людям показали путь что ты берешь водород обменяешь его с азотом который в атмосфере и получаешь по очень простую реакцию при том достаточно простой там гарбера бош по моему гамара бош вот и пылает и получаешь аммиак ты берешь co2 берешь водород получаешь метан или по там фишерутропсу получаешь метанол то есть там или реакция событий или реакция фишерутропс этим этой технологии 150 лет то есть это деды все это построили и сделали на основании этих экспериментов медилев утверждал как он в недрах там это нефть образуется там газ вот эти все легкие углеводороды и так далее и сейчас украина есть изумительнейший момент изумительнейший момент взять и прыгнуть в новую химию которая строится по всему миру вот я этой идее я этой идее болею уже пять лет то есть вот уже два года я болею идеи чтобы хотя бы один завод метанольный здесь в украине был построен и при уже по новой с учетом новой технологии чтобы на нем можно было смешивать выбросы co2 и смешивать зеленый водород вот что мы имеем сейчас мы опять же думаем о том как взять нам произвести водород вот у нас сейчас избыточные мощности атомной энергетики давайте ставить электролизеры давайте делать водород загонять его в трубу и продавать в европе но выйдет и подумайте если европа его берет она ж наверное зачем-то его берет куда-то ж она его девает нет вы вы сейчас вот на заре постройки вот этого всего дела вы начинаете с того с чего начинала европа 20 лет назад вы начинаете строить биогазовые установки зеленые вы начинаете говорить про то что давайте ставить солнечные батареи давайте ставить давайте ставите ветер а насколько это будет рентабельно но если у вас нет химической синтеза химического синтеза ясно понятно что у вас будет как идиота опять зависеть от цены на нефть на газ на водород уже через некоторое время вот почему не сделать сейчас этот скачок в самое удобное время пока есть специалист для тебя объясню почему я зато покушаю вот все что ты говоришь это не это не по поводу рента это не по поводу даже производства по поводу жадности и по поводу социальных отношений в нашем обществе потому что ситуация войны в которой мы сейчас оказали ситуация бедности в которой мы давно оказались это все продукт социальных отношений так вот в наших социальных отношениях сложность это то что тебе усложняет жизнь. И поэтому, если ты производишь что-то сложное, даже если ты метанол производишь, потому что вот кто-то правильно написал, Дан Третьякова писал, производство метанола это переработка одного вида, вставляет другое, добыча полезных ископаемых это другая история, леда предложат всем гражданам, почему бы за счет рианта не платить пенсии. Так вот, дружище, пока мы будем мыслить вот такими категориями, что что-то взял, раскопал, тут же оприходовал и таким образом живешь, то мы будем нацией копачив, значит, охотников и собирателей, вот я сегодня грибы купил, значит, белые бабушки, вот, и мы будем жить этими промыслами, скатываться из более сложного состояния, как это происходило на протяжении последних 30 лет, даже больше, в менее сложное, и как следствие, в конце концов, опустився на архаичный уровень, и нас просто поглотят. То, что вчера Фикарид Шак это говорил, по поводу того, что, ну, будет дейтон, и нас там распилят как-то, потому что те, кто умеет использовать ресурсы, за счет своей сложности, вот, и за счет тех технологий, которые несет с собой сложность, они управляют миром. Те, кто хочет, сразу раскопав кополочку, сразу получить здесь и сейчас свой маленький профит, он живет возле этой копоночки, и живет, может быть, сначала припеваючи, но в конце концов упирается в то, что его труд, условно говоря, необходим для того, чтобы там добыть энное количество угля за энное количество времени, намного дешевле, чем труд, который производит вот этот вот айфон там, да, и, соответственно, ты должен там 10 или 100 тонн угля, которого добыл, потратить на то, чтобы купить вот эту вот игрушку в виде айфона, которая очень полезна, потому что она структурирует твою жизнь, позволяет тебе коммуницировать эффективно, позволяет тебе решать кучу задач, вот, и позволяет тебе в конце концов чувствовать себя человеком. Так вот, во время этой войны, дорогие мои, мы решаем задачу курса, к которому мы пойдем после войны, потому что если мы дальше будем мыслить как капачи охотники-собиратели, и если мы не будем выкидывать из власти тех, кто способствует усложнению процессов, препятствует, точнее говоря, усложнению процессов, которые мешают созданию сложного конечного продукта, который только заливается тем, что регулирует и больше ничего не делает, потому что больше ничего не убеет, вот, то мы будем деградантами, идиотами, которые после такой крови и после таких жертв упустили свой шанс для того, чтобы не взлететь. Поэтому, твои истории, это по поводу, давай я повернусь вот сюда, это вот по поводу этого всего. Смотрите, а вот рислинг, виноград в этом году подорожал, и можно было его, слава богу, продать, там, 18-20 гривен нужно было продать. Так его продавали за 3-5 гривен, это еще старые, сады еще, там, некоторые, ну, виноград тысячи лет, чтобы вы понимали, растет, поэтому вот этот майот, который вы пьете, вполне возможно из того куста, который еще там короли французские пили. Вот, вот это вино. По-моему, я боюсь ошибиться, но, по-моему, в этом году шнедрисы порвали Европу и заняли там призовые места со своими винами. Так вот, виноград стоит 5 гривен, а бутылка вина 500 гривен. Вы понимаете разницу, дорогие мои любители биткоинов и прочих риплов? Вот, вот где 100 иксов. Вот, давайте про газ поговорим. Газ 3,5 тысячи долларов, газ 50 долларов и так далее. Вот, а метанол это всегда будет на 30-40 процентов дороже. Но метанол это все фигня. Ты же берешь из метанола, делаешь процесс МТУ, да, то есть метанол, то лифины. И вдруг оказывается, что полипропилен и ацетилен стоят уже в 10 раз дороже. А полипропилен, уже переработанный полипропилен, вот, вот он, все эти синтетические нити, вот все эти лаки, вот это все метанол, то же самое аммиака касается. Берешь метанол, потом и аммиак смешиваешь, получаешь там всякие там спирты, запропиловые и так далее, и тому подобное. Не хочешь метанол производить, но производи уксусную кислоту, делай уже переработку моих любимых яблок, консервацию и так далее, и тому подобное. Использую пищевую промышленность. Ах, у нас нет пищевой промышленности. А почему же у нас оказывается есть газ, у нас есть яблоки, а у нас нет пищевой промышленности. Кто ж такой негодяй сделал так, что он заплетил. Вы идете на рынок и покупаете там на рынке домашнее. Но при этом у вас в голове вот эта совковость, которая вам говорит, вот печати нет, а вдруг там ребенок отравится и так далее и тому подобное. Хотя сама же только что покупала без нитратов, у бабушки спрашивала, а вот почему ты не видишь украинского производителя и покупаешь международные корпорации, вот это все, ты не задумываешься. Хотя разница на лице. Вон, смородину в этом году мы продали по 35 гривен, оптом у нас забрали поляки, да, а смородину за килограмм, а смородиновое варенье в АТБ стоит 58 гривен, баночка 180 граммовая. Вот. Почему так? А я объясню. Потому что из нас сознательно вот эти ребята российские, вот эти ребята советские, вот эти все комсомольцы, которые сейчас стареющие уже и так далее, они сознательно из нас сделали саранчу. Знаете, саранча, вот кузнечик один встречается, другую встречается и так далее. Потом появляется саранча и выжигает вокруг все. Почему? Потому что она не привязана к земле. У нее нет виноградника, у нее нет ощущения дома, у него нет понимания, что вот этот виноград, посаженный там прадедами и так далее, что этот виноград растет уже там 300 лет. Его просто там через каждые 70 лет лозу срезали, новые паган делали и так далее и тому подобное. То есть у нас этого понимания нет, нас превратили в саранчу. И вот эта саранча сейчас на нас бежит, вы хотите быть точно такой же? Сейчас еще раз повторяю. Есть возможность такая стать собственниками своей земли. И вот что ты будешь выбирать на этой земле делать? Ну, у меня ответ простой. Хочешь давать какие-то разумные советы и разобраться в том, что происходит? Я уже вам говорил. Возьми посади сад, возьми посади виноград. Ты узнаешь о том, что виноград оказывается это самое высокоэффективное растение, которое вообще существует. Ты первые три года его пополивал, он дальше скважину пробил и дает тебе виноградный сок и вино. Он тебе дает его всегда. То есть, и это всегда, это тысяча лет. Андрей, ну послушай, ну, абсолютно большинство людей, которые сводят, им это нахер не нужно, потому что они не будут выращивать виноград. Давай, давай, быстро как бы этот, я отвечу на вопросы, потому что там есть, потому что есть вопросы безумные, есть вопросы нормальные. Что там с газопроводом из Азербайджана через Кубан и украинскую ГТС? Ничего, его не существует, и это все бред, что он там может появиться в ближайшее время. Пока не решен вопрос России, никаких газопроводов не будут. Давайте не бредить, тем более, что есть прекрасные газопроводы из Азербайджана в Турцию и дальше в Европу, которые уже функционируют. Никто не будет вкладывать в страну, будущее которой непонятно. Вот и все. Поэтому давайте задавайте вопросы не бредовые. Второе. Суть в том, что недра принадлежат всем, и рента это ресурс, который государство может направлять в решение проблем безопасности и социальных вопросов. Еще одна чушь, потому что недра никому не принадлежат. Попробуйте достать из недр что-то на глубине 5 километров. Вот вам принадлежат недра. Вы приходите на кусок, который вы считаете, что вам принадлежит, и там на глубине 5 километров лежит нефть, газ, я не знаю, что-то еще там, детей или какой-то. Вы попробуйте взять лопату и достать оттуда. Ничего вы не достанете, ничего вам не принадлежит. Принадлежит появляется тогда, когда кто-то, кто умеет организовать процессы, умеет достать капитал, необходимый для того, чтобы достать оттуда, извлечь, переработать, создать, и тогда появляется добавочная стоимость, которая позволяет держать и пенсионеров, и всех остальных. Если нет условий, которые все это позволяют сделать, то ни хера нет. Ничего вам не принадлежит, и ничего не происходит. Когда вы уже придете в себя и поймете, что вам ничего не принадлежит. Вам ничего не принадлежит, пока вы организованы таким дебильным способом, когда простейшую вещь, такую, как вот это вот вино, или даже добыча газа, вы не можете сделать, чтобы какая-то тварь не пришла и не прорегулировала этот элементарный процесс. Вот и все. Общество, которое не избавляется от паразитов, оно обречено. Поэтому, это война по поводу того, как избавиться от паразитов, которые мешают нам жить, и которые привели к такой ситуации, когда не производить, не учиться, ничего здесь невозможно сделать. Суть этого, вот всего происходящего, заключается в этом, а не в тех фантазиях дебильных, которые сидят в ваших головах по поводу ренты, которые вы можете извлекать за счет ресурсов, которые где-то лежат в какой-то земле, которая якобы ваша. Ну, избавьтесь от этого, это уже не смешно. Это просто не смешно. Вот. И правильно говорит Отто Вон Бисмарк, наш постоянный, зритель, который говорит, что это проедание ресурсов ценой того, чтобы могли использовать следующие поколения. И что если Украина создаст нормальные условия для того, чтобы здесь просто были гарантии того, что у тебя не заберут бизнес в любой момент, когда захотят, и дадут возможность капиталу нормально работать, то здесь через год, два, три, четыре, пять появятся нормальные и нормальные транснациональные корпорации и наши корпорации. И нас индустриализируют чуть ли не насильно. Потому что, когда говорят о том, что мир будет сопротивляться, еще один тезис, который здесь появился, не аграрная Украина не нужна миру в данный момент. Мир будет сопротивляться индустриализации Украины. Скажите, пожалуйста, кому была нужна индустриализованная Корея в 1962 году, когда там начинались все эти реформы. После Корейской войны прошло 10 лет. И пока корейцы не занялись своими мозгами, не занялись своей жизнью, они бы еще бы в следующие полвека находились в том состоянии, в котором находились 10 лет после Корейской войны, в которой погибли миллионы людей. Там сотни тысяч людей погибли. Вот понимаете, вот это все тараканы по поводу того, что мир будет сопротивляться сопротивляться, тому, чтобы мы там индустриализировали, что-то мы там делали. Тамир был готов нас слить 24 февраля, и никто не готов был палец поднять для того, чтобы нас спасти. И пока мы это сами не начали делать, пока люди не начали сражаться за свою жизнь и за наше государство, наше государство, которое должно стать нашим в полном смысле этого слова, понимания, то мир благополучно жил своей жизнью, а на нас смотрел, как уже на слитых холопов Путина, которых осталось только Путину зайти и подобрать. Но произошло все по-другому, и мы знаем, как все происходит. Так если нас, наша же история, вот просто, которую мы сегодня творим нашими руками, не учит нас делать правильные выводы, то как мы можем достичь лучших результатов, лучших, относительно того, что мы сделали за последние 30 лет? Смотрите просто, что происходит вокруг, и там лежит, как, опять-таки, Шабанов вчера правильно сказал, ключ к пониманию ситуации в простых фактах, которые перед вами. Сопоставляйте факты, и вы найдете ключ к пониманию истины, и все у нас будет хорошо. Смотри дальше. Поддерживаю тебя полностью, и вообще, в рентной экономике надо забыть. Мир забыл о рентной экономике, мы продолжаем о ней думать. Мир думает о новых деньгах. И вот у меня встреча будет с одним из твоих зрителей постоянных, который, вот человек уже упорно 15 лет разбирается с феноменом цифровых денег, и он пришел к тому, что, скорее всего, скоро будут происходить трансформации с валютами как такими вообще. И он говорит, давай, Андрей говорит, давай расскажем об этом, станем впереди планеты всей. Смотри, уже в цифровые уа они идут и так далее. Люди уже развивают, ну, разделяют вещественные деньги, цифровые деньги и так далее. То есть, проблемы с стоимостями появляются и так далее. Мы о разных вещах говорим, говорит, но все приходит к этому. А я на него смотрю и думаю, я уже 5 лет пытаюсь метаномный завод построить в этой стране, и у меня нихрена не получается. Как ему-то сказать, вот буду разговаривать, говорить, ну, что же делают, надо объединяться, может, тебе его приведут, то есть, пусть человек умные вещи расскажет, как... Потому что первичная организация, это должны палять наши люди, первичная организация, которая определяет суть отношений между людьми. Если отношения между людьми дерьмовые, то экономика будет дерьмовая, государство будет дерьмовое, и все будет дерьмовое. Кстати, экономика доверия. Экономика доверия, это экономика, которая сейчас строится. Если говорить о юриспруденции, вот у меня есть хорошие юристы, которые мне подсказывают, вот они сейчас про мягкое право говорят. Мы до сих пор печати носим, мы до сих пор как доказательство судей это делаем и так далее, а весь мир уже приходит на мягкое право. То есть у них, они уже думают по-другому, Юра, ты понимаешь? Вот Коля просил, чтобы один из эфиров сделать по поводу развития этого сталого розвитка. И я тогда сказал о том, что у нас, я не знаю, ну может три депутата в Верховной Раде понимают о том, что такое сталый розвиток. Вот. Мы куда не коснемся, мы видим вот эту рабскую психологию саранчи. Как это менять? Кто это должен менять? Ну, наверное, пассионарность какая-то должна существовать. Вот. И доверять вещи голосованиям, например, там Солона Маска показал, я вижу о том, что доверять вещи голосованиям нельзя. Знаете, мне так не получилось побывать в библиотеке Конгресса, поэтому я со слов расскажу, что там висит фреска, которая описывает для неграмотных людей, которые в библиотеку еще пришли, зачем им нужна библиотека. Она показывала человека, маленького там, ребенка, который сначала читает книжки, а потом ему разрешают проголосовать. Понимаешь? Вот. Безграмотность людей голосующих, она и вырастила вот этот весь европейский популизм, про который мы сейчас говорим, а у нас популизм, ну, вообще махровый. Ну, там же люди не безграмотные. Проблема не в том, что люди... Там же люди не безграмотные. Там поголовная грамотность. Ну, стопроцентная практически, как бы там, да. Просто эта ситуация... Кауэли, ты что? Там есть штаты, там Техас, например, которые там до сих пор там 20% евро не грамотные. Да нет, ну... Юр, я, на самом деле, встречал людей, которые... Больше, смотри, больше... На Западе, в Европе, в Штатах абсолютное большинство людей, они грамотные. 98-99% Да, согласен. Они грамотные в том плане, что умеют читать и писать. Но уметь и читать, писать, это еще не означает, что человек умен или он способен принимать решения, которые, ну, позволяют ему каким-то образом системно, рационально обустраивать свою жизнь. Это, ну, это важно понимать. Поэтому... У меня такая мысль была, ну, пока шел, как бы, ну, ты пока вот это закручил, я забыл. Николай, к вам присоединился. Да, выбросил. Я потом тебя обниму. А пока попробуй прекрасное... Рашский торт. Рислинг от компании Бэйкуш. Ты не слышал про штыни адресовые про нелегкую историю, как они добивались того, чтобы их винодельня заработала? Нет. Она заработала, она сейчас рвет Европу это лучшие вина. И я сейчас это все рассказываю. Я привел сегодня три кейса. Первый кейс это с вином. Когда виноград растет тысячу лет, дешевый, условно, бесплатный, на через 20 лет у тебя становится вино, которое стоит 500 гривен за бутылку и берет сейчас самые высшие места в Европе. Да, то есть вот тебе 100 иксов на том, что ты делаешь. Другой пример привел метанол, который если начать производить, который можно достигнуть того, что у тебя не то, что 100 иксов будет, есть некоторые продукты химической переработки, которые стоят 10 тысяч иксов, 20 тысяч иксов. И все это можно сделать здесь. Юра мне рассказал о том, что пока у нас дебилы в арендной экономике будут рассказывать про то, что газ под землю бесплатный, мы этого не достигнем никогда. А я сейчас перешел уже, какой еще третий кис? Вину мешает акцизная бумажка. У нас акциз одна копейка стоит, а бумажка, чтобы получить 4 гривны. Вину мешает ли акцизная бумажка? Я тебе еще раз повторю, вину мешают отношения, в которые допускают регулирование, направленное на удовлетворение личных потребностей, а не общего интереса. И общество, которое допускает такое регулирование, оно всегда прозябает. А общество, которое такое регулирование не допускает, а я вспомнил, что я хотел сказать по поводу доверия. Проблема же не в том, что наличие фиатных делик, цифровых делик или каких-то других делик, что где-то цифровые делики развиваются, а фиатные падают. Проблема же в том, какие отношения за этим стоят. В Швейцарии люди десятилетиями не закрывают дом, потому что знают, что туда никто не зайдет и ничего не возьмет. И, соответственно, конечно же, в Швейцарии нет смысла бегать с печатями и нет проблем с развитием цифровых денег, которые позволяют быстрее пушить экономику и ускорять социальные отношения. Хотя сама по себе Швейцария, но, как по мне, очень скучная страна. Вот я там бывал, но очень скучная, для меня неинтересная страна. Но жить там хорошо. Для тех, кто хочет жить скучно, предсказуемо. Тихая семейная жизнь. Да, тихий хоспис, в котором концентрированы огромные финансовые потоки и технологии и много чего еще за счет того, что они сумели выйти на такой договорляк между собой, который, во-первых, 200 лет у них уже не допускает войн, а во-вторых, продвигает доверие как основной элемент социальных отношений. Потому что ты не можешь жить на улице нормально, если ты не понравишься соседям на этой улице, если соседи тебе придут и скажут, что вы тут слишком сильно ошибите, а ты скажешь, дойдите вы нахер, ну у вас тебя туда как бы выкинут. Сделают все для того, чтобы ты не жил спустя какое-то время. Потому что община принимает решения. Эти решения формируются в концессусах. Концессус сложно достигать. Концессус означает, что ты должен сидеть и слушать и должен учитывать потребности и интересы другой стороны и, соответственно, накладывать их на свои интересы. И, как следствие, когда вот это все происходит, то тогда появляются Швейцария, Германия, Франция, Штаты, все что угодно, что нас привлекает. И пока мы вот эти вещи базовые не поймем, то извини. За понимание. Да. Я хочу сделать короткий тост как выстрел. Чтобы ты не рассказывал и как бы ты не менял своих зрителей, у тебя свой интерес, я хочу трех вещей добиться. первое добиться, чтобы этот дурацкий акциз на украинское вино акцизная марка была снята, потому что она не работает и не приносит людям деньги. И вино должно просто продаваться, украинское вино, без всяких акцизов и так далее. И оно и так продается, просто ни хрена не приносит. Никто это не сделает, потому что вы не объединены. Те, кто производят вино, не объединены, вы не можете защитить. То же самое касается дистиллятов. Сейчас конкурс проводили по дистиллятам, 3600 образцов дистиллятов привезли. То есть, представляешь, какой этот, и я тебе, как человек, который по-черному продает дистиллят, могу тебе сказать, что я его продаю дорого. И у меня уже есть рынок, который покупает. Но я готов давать это все. Я с удовольствием это все буду продавать, но я не хочу с этим связываться. Не из-за денег, мне это все равно, а из-за бюрократических процедур, которые происходят. Это первое. Отменить акцизную марку и дать людям нормально делать дистилляты. Вот. Второй момент. Это самый, второй момент. Я рассказывал про ваш ководобудение запаса. Когда однажды слово ваш ководобудение в законодательстве Украины появилось, один проект был сделан и работает до сих пор, а потом слово исчезло и не добывается ководобудение запаса. Я для Коли просто рассказывал. Ну ты повторяешься, потому что, ну смотри, ну Андрей, ну садьер. И третий тост. Уберите акцизный метанол. То есть, вот три вещи, которые вы сделаете, и я вам гарантирую о том, что в течение пяти лет эта отрасль будет вам, эти отрасли вам будут давать миллиарды долларов. люди тебе правильно говорят. Если мы засадим все 60 миллионов гектаров, но на самом деле не 60 миллионов, а 40 миллионов, у нас 42 миллиона гектаров у нас под подпашней, которая там, где можно что-то производить, 420 тысяч квадратных километров. Виноградом то вино будет не по 50 баксов, а по 0,5. Параллель тяжелая. Ну я согласен. Во Франции очень тяжело. Они страдают просто от того, что они засадили все виноградом, а они распахивают под зерно. Бедные французы. Проблема в том, что на все нужно смотреть в комплексе. Рынок ограниченный. Кого рынок ограниченный? Вина? Да, рынок вина ограниченный, как и все. 70 миллионов литров импортируем, то есть у нас рынок украинского вина ограниченный. Я к тебе говорю к тому, что если ты возведешь все в абсолют, то ты придешь к тому, что говорит Отто Вон Биспорт. То есть нужно смотреть на все в комплексе. Абсолют очень простой. Ты во Франции другое вино, кроме французского можешь купить? Да. Оно будет дешевле или дороже того, что ты... Смотря какое вино. И Виталий, ты можешь французского купить. И хорватское можешь купить. И заходишь в Польшу в Бедронку, там есть молдавское вино и так далее. Так что вы решили, что Украина будет какой-то другой? Просто количество вина украинского будет гораздо больше? Я к тебе говорю о том, что производство такой продукции конечно в итоге упирается в потолок. Ты не можешь напоить больше, чем 7 миллиардов и 8 рядов людей. Как чилийский диктатор. Есть же пример с вином очень простой. Чили, когда этот пиночет запретил продавать вино иначе как в бутылках. И что? Еще собрали на следующий год столько денег, что полностью обеспечили чилийский бюджет. И он прекрасно себя чувствовал. Вот можешь феномен пиночета и одного простого решения. И где Чили? Чили по-прежнему является среднеразвитой страной, которая живет за счет экспорта медиа. Она не живет за счет вина. Она живет за счет того, что она производит такое количество меди, потому что у нее одни из самых больших залежей меди. И это обеспечивает доходы соответствующих бюджет. Да, она живет лучше, чем большинство стран Латинской Америки, но не лучше, чем большинство топовых стран. Почитаю, насчет Чили и Бутылкина. Ты, наверное, не знаешь. Так я тебе просто говорю, к чему эти факты. Они не... Что, добавить одно слово для того, чтобы у нас начали вылиться горизонтальные скважины и в вашем обладании запасы осваиваться? Потому что за... Это очень сложная конструкция? Да. Знаешь почему? Потому что за этим словом стоят интересы. О, а давайте теперь к интересам. Так надо говорить с интересами. Не надо говорить... Люди же не понимают о том, что... Ну, давай с интересами начнем. Что проблема не в слове, проблема в интересах. Потому что любое слово в каждом законе, оно связано с чьими-то интересами. Рассказываю. Интересы очень простые. У нас есть Ривно-Азот и Днепро-Азот и этот... Одесский припортовый завод. И там постоянно делятся интересы. Вот он ходит там по кругу среди вот этих вот олигархов. Калмойский плюс два пророссийских. Калмойский плюс два пророссийских. Пророссийские исчезают, Калмойский остается там, остается там и так далее. У нас есть этот Кремичевский завод. И все ходит вокруг этих интересов. Вот тебе все интересы. Я тебе могу сказать, что больше... Я вот 8 лет назад думал, что Калмойского можно, например, совершенно спокойненько брать, давать ему какие-то лицензии и так далее и тому подобное. А за 8 лет ты увидел, как нафта, укрнафта с 3 миллионов тонн нефти начал добывать 1 миллион 400. Вот. Я не понимаю, куда... Вот половину нефти он забирал. Куда он их делал эти деньги? Ни одной скважины... За это время было пробурено, совместной деятельностью, кстати, повышководовольным запасом бурилось как раз. А вот укрнафта пробурило на моей памяти 4 скважины плюс 1. Почему? 5 скважин, потому что у нас есть интерес Калмойского, который очень простой. Сидят люди в этих комитетах всяких там и так далее. получают огромную зарплату, я не знаю, может они половину зарплаты им отдают и так далее. А потом все делается так, чтобы эту нефть как можно дешевле продать, чтобы... Продается же на простойке, ты знаешь, да, как это делается. По цене на проставку продается нефть под заниженным ценом для того, чтобы заплатить очень маленькие налоги. Вот. А потом на Кремичевском НПЗ оно перерабатывается и попадает у тебя вот интерес. Это следствие. Почему Коломойский не вкладывается в добычу? Коломойский начал уже вкладываться в добычу на ПГНК, у него Украин-нефтебурение, компания. Смотри, до этого момента Коломойский не вкладывался в добычу, почему? До этого момента, как он не вкладывался в добычу, у него все очень хорошо получилось в Украин-нафте. Подожди, а потом там человек, имя которого ты меня просил не называть, хотя это Юрий Юрьевич Витренко, пришел и стало ему тяжелее. И вся вот эта фигня мигрировала, кстати, в руководство Украина. Еще раз, еще раз. Падение нефти падало. Добыча. Падение добычи нефти падало. Почему происходило это падение? Потому что не бурили. Не бурили. Почему не бурили? Потому что не хотели вкладывать деньги. Правильно. Почему не хотели вкладывать деньги? Вот мы до сути только сейчас доходим. Понимаешь, ты эти тирады говоришь, а вместо того, чтобы сразу выйти в суть. Почему не хотели вкладывать? Потому что не надо вкладывать, просто тебе льется нефть со старых скважин, хоть и меньше в два раза, но она бесплатная. Правильно. Если ты хочешь, ты же хочешь зарабатывать больше и больше. Вот если ты держив деньгами, ты хочешь зарабатывать, как и Ломовский, ты хочешь зарабатывать больше и больше. И не вкладывая деньги, ты тем самым в какой-то перспективе не очень далеко обрекаешься на то, что доходы начнут падать. И так, почему он не хочет вкладывать деньги? Потому что не верит в Украину. Правильно. Потому что он не верит не то, что ли в Украину, он не верит в то, что вложенные деньги окупятся спустя какое-то время. Потому что в любой момент могут изъять. Все через жопу, все через договорляки, все через какие-то как бы крысиные ходы, которые в любой момент могут прикрываться. И так везде, и так везде в этой стране. не только касается Калмойского, а касается вообще любого, маленького, маленький идет человек, поступает на какую-то работу, заносит магазин. Я с тобой полностью соглашусь. Мы этот момент разбирали пять лет назад. И пять лет назад очень умный человек, один из моих учителей, сказал мне, вот они доиграются? Нет, восемь лет назад. Блин, это восемь с половиной лет назад было в Луганске на кухне у Панчука Сергея Ивановича. Привет, Сергей Иванович. Когда он сказал о том, что Коломойск и Сюли доиграются рано или поздно в энергетике, они уничтожают планомерные институты и так далее. Потом, кстати, Ахметов подключился к уничтожению институтов вот этих всех. А потом доигрались они до такого простого момента, когда институты перестали существовать. И вдруг оказалось о том, что есть российское нашествие, и вдруг мы начали просить западную помощь. А институтов в Украине, которые могут самого Коломойского защитить, уже нет. Они их уничтожили. Давай забудем Коломойского. Я тебе приведу просто пример. В нашем селе я забыл этот разговор. В нашем селе мужик купил орехи. Купил 200 или 300 саженцев орехов. Посадил у себя на оговоре. Вот. На следующую ночь он их посадил, на следующую следующее утро пришел. Вот. И орехов нет. Их выкопали. Как их могли выкопать и кто? Ну, по всей видимости, эти люди, которые продавали ему эти орехи, которые сдали их ценность. Но я делаю допущение, потому что я точно не знаю. Потому что понимая, сколько стоят орехи и понимая, где их можно продать, вот и понимая локацию, где они оказались, ты можешь сделать эту лихитрую операцию начну. как ты можешь, как маленький фермер или просто огородник, который понимает, что у тебя в любой момент спиздят твои 200 орехов, расскажу. Как ты можешь вести какую-то серьезную деятельность, не обезопасив это все и не понимаешь, что твой продукт выводит. Расскажи. Вот перед тобой сидит человек, который 9,5 лет назад приехал в Швейков, купил там дом, посадил 200 деревьев, не, 50 я вначале посадил, посадил 50, украли все, кроме одной вишни. 49 деревьев, которые я посадил, были выкопаны, как ты говоришь, на следующий день. Я загрустил, а потом посадил еще 500. Украли уже 50. Через некоторое время посадил еще 4,5 тысячи. Чтобы нарживались, да? 4,5 тысячи. Посадил еще 4,5 тысячи. Вот. Вот сейчас прошло уже с того момента, 9,5 лет началась история, когда я приехал в Швейков, высаживать уже вот так вот гектарами. И вот, кстати, меня это разозлило. И вот, как ты правильно сказал, нажались, да? То есть у меня что-то такое внутри меня сработало, какая-то упертость, по которой я вот решил, я сказал, никому, суки, ни копейки не дам. Не даю ни копейки. Ну, не хочу я давать никому. Не хочу никого коррумпировать, не хочу никому давать. Иду вот как вот, иду, за то все, что у меня получается, у меня получилось, а, честно, за свои деньги, и с людьми, которые меня окружают. И вот, знаешь, сейчас уже четверо или пятеро человек есть, которые там у нас работают. Сейчас вот я приехал в Швейков в этом году, и подобрал женщину по дороге. И она по поводу бывшего там председателя села, а я всем дарил саженцы, всем дарю и продолжаю дарить всем саженцы. Дарю, 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 раздаривали, для того, чтобы у нее начинали вот это все. Чтобы не воровали. Нет. Для того, чтобы они, вот почему я тебе говорю, помнишь, что я тебе про самогудный аппарат рассказывал? Пока ты сам не столкнешься с этим, не попробуешь своими руками собранное, и не поймешь, что это, во-первых, очень большой труд вот такое качественное вино сделать. Красивейшее, да, вкуснейшее, которое сейчас и в Европе на первых местах, а у нас за копейки за 500 гривен продается. Это за сколько? За 12 долларов. Цена такого вина, ну ладно. В общем, и вот ты в этот момент начинаешь понимать, что это такое земля, как ее сохранить и защитить. К чему я пришел на четвертый год то, что я сделал? Я пошел в партию Голос. Мне предложили, я пошел. Провел трех депутатов через Володю еще двоих сделали. Договорились еще с одним чуваком из Свободы. Андрей, привет. Почему мы договорились? Потому что он приехал, ему это было вкусно, ему понравилось, и он говорит, пан Андрею, там в голосе и так далее. Какие у вас мысли? Я говорю, я просто хочу защитить, у меня уже на тот, ну, на теперешний момент из 20 гектар земли, которые я арендую или у меня в собственности, у меня в собственности 3 гектара земли, у моего компаньона 4,5 гектара земли, мы еще арендуем, да? То есть уже 20 гектар земли, уже там 3,5 гектара виноградников, 4,5 гектара сада, смородин растет и так далее. Мне это защищать надо, потому что приехал Петр Алексеевич на этом, на комбайне и взял, мне перепахал половину земли, которую я на смородину на следующий день хотел давать. Ну, у нас там есть один из таких фермерских хозяйств, которые через арабов там Петру Алексеевичу принадлежат. Ну, чуваки приехали, перепахали нахрен и все. Я такую бучу поднял, но это был звоночек. Я понял о том, что мне нужно выстроить вот эту ситуацию, провести ОТГ своих, я провел туда трех депутатов, из-за того, что последние выборы, ну, вы лучше в этом разбирались, из-за того, что там из вот этого ОТГ 21 депутат, а 7 политических партий, то у всех было по 3, по 4 голоса, да? И тот, кто смог создать коалицию, тот, в принципе, дальше уже там назначал там старост по селам и так далее, и тому подобное, принимались уже какие-то решения. Взял свободу человеку, которому нравится вино, который ко мне приехал с чистой душой и так далее, и тому подобное. Взял компаньон, пошел от другой партии, я трех человек провел. Да, у нас сейчас большинство ОТГ, а нехрен сюда ссоваться, если вы не собираетесь выстраивать какую-то систему снизу, и так далее. Кто вам мешает? Вот, кто мешает вам сделать так, как я? Купить землю, пойти задуматься о том, сколько я потратил на предвыборную кампанию. Я своих денег потратил 60 тысяч гривен, и мне еще, кстати, вот отдельная тема была, когда я деньги искал на то, что на рекламу, вот это все остальное, и мне еще 120 тысяч гривен друзья дали. Вот, это обошлось 180 тысяч гривен, это намного дешевле, это намного дешевле, чем кому-то взятки давать. Что-то мешает вам пойти, пойти пообщаться с людьми, послушать их интересы, саженцы им подарить, и так далее, рассказать, чем вы делаете, кого-то на работу взять, оплатить раздачу, все это дело, показать, что вы тут находитесь. Ничего не мешает, Юр. Вот, вопрос, как, ребята, это же получается все через жопу, где системность? Так вот, вам системность Андрей показывает, как стать маленьким лендлордом, лантифудистом, аж 20 гектаров. Я когда приехал, ты шпел у меня в селе, ты видел дорогу, которую ко мне... Да, и попытаться изменить экосистему, в которой живешь. Вот так все и происходит, через такие усилия. Ну, а как по-другому? А что мешает с депутатами познакомиться? Я вот не понимаю, у меня вообще нет проблем с познакомиться с депутатами. У меня сейчас есть другая проблема, очень большая, что происходит какая-то миграция в умах этих депутатов, то есть, нормальные ребята попадают туда, и через некоторое время они исчезают, эти нормальные ребята. вот осталось... Так уж они изначально ненормальные были. Да, притворялись. Может быть. Вот если такое происходит, то значит, человек, 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 и получается, что из 17 из тех, которые я познакомился, я считал, что перспективно, сейчас осталось четверо, с которыми я более-менее нормально могу разговаривать. Четверо из 17. Вот. Что с ними произошло? Чуваки, что с вами случилось? Я же скоро ваши фамилии начну называть, потому что если вы захотите второй раз идти на выборы, а ни хрена не сделаете, зачем вы нахрен нужны? Короче, я понял, ты готовься к избирательной компании. Почему-то приехал. Знаешь, я столько говна с голосом нахлебался, мне так неудобно за то, что они сделали с этим проектом, как они разосрались между собой, за железня камня неудобно. Ну, кстати, железня. Это вообще у человека уже вытаращенные глаза. Нормальный парень ходил, умные вещи говорил, активистом был таким и так далее, и тому подобное. Сейчас глаза вытаращены, по бумажечке пишется, по бумажечке говорится, и это просто дружба с Гетманцевым до добра не доводит. Ну, кстати, они вдвоем с Гетманцевым, слава богу, ренты привели к то, что я вам рассказывал, то есть, они же их все-таки привели к тому, что по украинскому паритету сейчас ренты начисляются. Но, как по мне, что тебе, железняк, и Гетманцев не хватает? Рентные платежи нахрен они тебе нужны, если у тебя есть 20% НДС, который на газе формируется. Зачем они тебе нужны, если один работник, инженер Окргосдобычи или любой другой частной компании, работяга, приносит 1 миллион гривен налогов в год. Не понимаю, 1 миллион гривен налогов. Мы же встречались, 1 миллион гривен приносит 1 человек. И мультипликатором, когда вот этот буровик работает, 1 к 16. То есть, мы когда приезжаем вот скважины бурить, мы же дорогу делаем, мы скважину делаем, бурим. Мы же эти скважины водяные, которые мы едем, мы же потом громаде их оставляем. Дороги остаются. Все говорят про то, что мы дороги бомбим. А оказывается, все спрашивают потом, что вот, а можно вот прямо из центра села вот сюда вот, это бетонные плиты положить, оставите нам и так далее. Про что вы говорите? У нас мультипликатор 1 к 16. Вам нужно не количество газа и ренты увеличивать, вам нужно буровиков рожать, подумать о том, что родил буровика, премию дал, зато у тебя один буровик 1 миллион ривен налогов приносит. Сделай 40 тысяч буровиков, как это было буквально там 6 лет назад, на моей ищу памяти. А сейчас буровиков не осталось. Сейчас буровиков не осталось, настройка осталась, вот эти всякие там нафтогазы и так далее. Вот сейчас, если посмотреть, все эти изменения все-таки к лучшему происходят, из-за человека, которого не надо называть. И вот, недостаточа кого? Буровиков, водителей и так далее. Извини меня, вы сейчас его уволят издавтогаза, ничего не... Ну, это почти свидетельством того, что он правильно все делает. А я ничего не свидетельствую. Это ничего не свидетельствует. Кроме того, что летом распределяют премии, сейчас вот опять распределяют. Кроме того, что картины друг у друга покупают. Ну, короче говоря, это смешно говорить. При всем уважении все занимаются там... Хорошо, я тебе про другие вещи хочу сказать. Сейчас уже будешь закачивать, потому что следующий этот пришел гость. Я, кстати, работал, был в командировках в Индии. После этого я... Вот, так вот как раз... Только хорошие, только черный чай пью хорошие. Я как раз был в... Вот там, где самый крутой этот черный чай, то есть, там, Дебургар, Дульджан, Асам. В общем, знаешь, в Штат? Да, знаем. Вот, это самый лучший черный чай. После того, как я испортил с этим черным чаем, там еще прикол такой, про добавленную стоимость, вот ты в Абдульджане приходишь, например, на рынок, а там килограмм чая стоит полдоллара. Ты приезжаешь на самолет в Дебурар, там уже этот чай уже расфасованный, красивый, и так далее, в аэропорту, ты можешь его купить уже за 10 долларов килограмм. Ну, это там по полкило фасует. Вот, ты прилетаешь в Нью-Дели, там уже это чай стоит 1 доллар 100 грамм. Там расфасованные чаечки идут. Вот, заходишь в Дьюти-фри, там продается чай Осам в Великобритании, 9 фунтов за 50 грамм. Так вот, тебе это же пример, как устроен мир на самом деле. И сливки снимают на вершине пересевой цепочки. Не те, кто производит вино, нефть, а те, кто занимает вершину пищевой цепочки за счет своей сложной организованности. Вам всем пиздец. У нас есть криптовалюты, у нас есть война, у нас сейчас выженутся вооруженные ребята, пару раз паленку кукят. У нас сейчас вся армия пытается консервами и пельменями, которые люди лепят. Вот они приедут к тете Глаше, она придет и ему сказала, слушай, сыночек, ты мой тушеночку ел, пельмешки ел и так далее и тому подобное. А мне парень пришел такой толстомордый и говорит о том, что меня он хочет оштрафовать за то, что я на рынке торговал, а там не сделал. Вот я надеюсь, что этот парень, который на тушеночке в армии сейчас был, самогонщик, который распространяется и так далее, то он подобное пил, что он придет этого чувака просто-напросто для бабушки просто. И это будет правильно. Давайте выпьем за оптимистичненько самозанятость людей с оружием. В ЧВК, да? Чуть-чуть пригубить. Пожелаем им успешного создания частных военных компаний. Зачем? А что будет? Частная военная компания может существовать только там, Куля, где люди разоружены. А если все вооружены, то я еще посмотрю на как кто тут станет частной военной компанией. Вот и все. Если ты коррупционерам даешь оружие, а нормальным людям не даешь, это проблема. кстати, как за огнестрел? Мы все за. Человек уже пришел? Да, человек уже пришел, Олег Таргала пришел, сейчас будем общаться по Индии, поэтому с тобой мы прощаемся, но не навсегда. Все, поехали. Сирию все больше не наливай, говорится. ты сидел и тебя обнять хотел, и все, я к тебе уже привык, конечно, подержусь за тебя. Дякую душу. Все, счастливо. Давай. Покупайте вино Берегуш. Ну, это продакт плейсмент, поэтому мы не будем это поддерживать. Ну, тогда Швейков покупайте. Так, а чего оно? Это твое вино? Нет, это Шнедрисов Берегуш. твое 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 Продолжение следует...